Вопрос 1898, 7 том. Проявление всякой нечистой, нечисти бывает и сейчас. Об этих барабашках много пишут. Но как бороться с этими наваждениями? Вот чего не хватает. Какие-то заклинатные молитвы у святых есть? Отвечает Игнатий Лапкин. Нужно жить в любви и в духе святом, в послушании Богу. И не молитвами, заученными только отбиваться, а просто, как у святых, разговаривать и показывать неверие, призракам их веру в Бога твердую и несомненную. И враг попятится. Жития святых. Как-то незавершенно смотрится, когда в конце нет борьбы с бесами, благоухания от мощей и исцеления на гробах. Но трудно ли догадаться, что совершенно это же может и дьявол сделать? И не так просто отличить эту подделку, чтобы не быть им увлеченным. Почему на Афоне сегодня так много бесноватых среди этих зелотов и грузинских радикалов? 2 Калимфина, 11 глава с 14 по 15 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служитель его принимает вид служителей правды. Но конец их будет по делам. Читаем из житий святых. Антоний, Великий, 17 января. Спустя несколько дней, произошла новая борьба с тем же врагом. Святой имел обыкновение давать на память какой-нибудь подарок каждому, проходившему к нему с приношением. И для этой цели плел корзину. Потянув за полоску, из которой он плел корзину, он вдруг почувствовал, что кто-то держит ее. Преподобный поднялся и увидел зверя, который до пояса имел образ человека. Другая же половина его туща имела вид ослени. Антоний, перекрестившись, сказал, «Я, Христоф, рад. Если ты послал на меня, то вот я, не бегу». И тотчас призрак вместе с множеством других бесов обратился в бегство и исчез. Макарий Александрийский, 17 января. В другой раз преподобный пожелал посмотреть сады-громницу, называемую Кипотофион, в которой были погребены Иоанни и Ямри, волфы египетские, жившие во времена фараона, чтобы там побороться с бесами. Ибо про это место говорили, что в нем множество нючайших бесов, которых собрали туда названные волфы посредством своего волшебства. То есть вот сам идет побороться с бесами. Никита Затворник, 31 января. Поэтому, к чему он стремился, то и выполнил. Он заключился в пещеру, крепко загородил вход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней, он не избежал козни дьявола. Во время молитвы и пения он услышал голос, морящийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам в соборе. Если бы это был не ангел, то не молился бы со мной, и не было бы здесь благоухание Святого Духа. Он начал еще прилежнее молиться, говоря, «Господь, явись мне сам, осизательно, чтобы я видел тебя». На это последовал голос, «Не явлюсь я тебе, потому что юн, иначе ты возгордишься и можешь спать». Затворник продолжал слезно просить, «Никогда, Господи, я не соблазнюсь, меня научил Гумен не внимать бесовским искушениям, но я исполню все, что ты повелишь». Тогда душепагубный змей, получив власть на ним, сказал, «Человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня, поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с тобой, а ты твори его волю». Затем тотчас перед ним перестал бес в образе ангела. Никита пал на землю и поклонился ему, как ангелу. Бес сказал ему, «С этого времени ты уже не молись, но читай книги. Этим будешь ты больше беседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе. А я всегда буду молить твоего Отца всех о твоем спасении». Затворник поверил этим словам и обольщенный уже более не молился, но стал ревно сочетать книги. При всем он видел беса, постоянно молящийся о нем, и радовался, думая, что это ангел творит за него молитвой. С приходящими же к нему он много беседовал на основании священного писания о пользе души. Он начал даже пророчествовать. О нем повсеместно распространялась слава, и все удивлялись исполнению его предсказаний. Однажды он послал князю изяславу с измещением. Сегодня убит князь Глеб Святославович. Пошли немедленные сыны с его святополка на княжеский крестол в Новгород. Как он сказал, так и исполнилось. Действительно, спустя несколько дней пришло известие об убиении князя Глеба. С этого времени еще больше стали говорить о Затворнике, что он пророк, и вполне верили ему и князя, и бояре. А на самом деле бес, конечно, не зная будущего, но что он сам делал, если, например, научил злых духов людей убивать или украсть, то и он возвещает. Точно так же, когда приходили к Затворнику искашиванию слова утешения, то бес, почитавшийся им ангелом, сообщал ему все случившееся с ним. Никита пророчествовал, и все предсказанное им сбивало. При этом никто не мог сравниться с Никитой в знании книг Ветхого Завета. Все он знал наизнусь книгу «Бития» и «Скотливец числа судей царства» и все пророчества по порядку. Вообще все книги Ветхозаветные узнал очень хорошо, а святых евангельских и апостольских книг, данных по благодати Божьей для нашего спасения и утверждения в добре, он никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только читать. Ни с кем он не хотел беседовать о новом Завете. Отсюда и стало ясно для всех, что соблазнен дьяволом. Удрюченные этим пришли к искушенному преподобные цирки. Все они, прославленные добродетели, пришедшие, вознесли молитвы к Богу о Никите и отогнали от него беса, так что Никита уже не видела его. Затем, вышедшие из него, выведшие его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-нибудь из Ветхого Завета. Он же стал плясся, что никогда даже не читал тех книг, которые очень недавно знал наизусть. Притом теперь он и не знал из них ни одного слова. Теперь его едва-едва могут научить грамоте. Постепенно, пришедший в себя по молитвам преподобных отцов, он исповедовал свой грех и горько раскаивался в нем. Иван Богослов, 26 сентября Аполлонит поведал о себе следующее. Уже много лет прошло с тех пор, как я спал на оде своим глубоким сном. Некоторый человек, став по левую сторону одра, потряс меня и разбудил, и я увидел, что он чернее обожженного огневого пня. Глаза у него горели, как свечи, и вострепетал я от страха. Он же сказал мне, открой уста свои. Я открыл и вошел в уста мои, и наполнил мое чрево. И с этого часа сделалось мне известно доброе и злое, а также и все, случающееся в доме. Симеон, столпник 1 сентября Тогда дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид светлого ангела и показался святому близи с албана на огненной колеснице с огненными конями, как бы сходящим с неба, и говорил. Слушай, Симеон, Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взял я тебя, подобно Илии, на небо, ибо ты достоин такой чести за святые житья твоего. И пришел уже тебе час вкусить плоды трудов своих и принять венец похвалы от руки Господня. Поспеши же, раб Господний, взгляд творца самого и поклониться тому, кто создал тебя по образу своему. Желаю ты тебя увидеть ангела и архангела с пророками, апостолами и мучениками. Святой не распознал вражеского плечения. Ну вот здесь не написано, но я расскажу. Он все-таки одну ногу вознес, то есть уже почти вступил. Но потом, то ли перекрестился, по-моему, крестное знамение, и все исчезло. И та нога у него долго больная была. Феодосий, Перчерский, 3 мая. В помещении, где пеклись для братьев хлебы, весы немало досажали братья своим кознями. То рассыпали муку, то проливали квас, приготовленный для хлебов, делали многие другие неприятности братьям. Однажды старший пекар рассказал о кознях демонов преподобной Феодосии. Тогда последний отправился в те помещения, и затворил за собой двери, пробыл там до утренней, и все время молись Богу. С того часа бесы навсегда оставили это место в покое, и не делали уже там ничего. В другой раз пришел однажды преподобный брат из минастырского села, и рассказал ему, что в хлебе, куда загоняют скот, появились бесы, которые причиняли большой вред, не давая скоту есть. В многократных священних читал молитву и окроплял помещение для скота святой водой, но ничего не помогало. Тогда преподобный, подкрепившись молитвой и постом, отправился в то село. С наступлением вечера он вошел в хлеб, затворил за собой двери и пробыл там на молитве до утра. С того часа бесы уже не появлялись в этом месте, никому в этом селе не могли сделать ничего злого. Другой брат рассказывал, много зла мне делали в келье бесы, так как когда я ложился ночью спать, являлось вдруг множество бесов, которые, схватив меня за волосы и выступая на меня ногами, волокли меня по земле. Другие же из бесов подняли стену, подняв стену говорили, потащим его сюда и задаем в стену. Подобное проделали они со мной все ночью, а я, не будучи встанно терпеть это, пошел и рассказал все преподобному Феодосию, намереваясь переселиться оттуда в другую келью. Преподобный же сказал мне, нет, брат, не уходи, чтобы бесы не могли похвалиться победой над тобой и сказать, что ты бежал от них. Если ты уйдешь, то бесы с той поры будут делать тебе еще больше зла, как получившая власть над тобой. Усердно молись своей келье, и Бог, увидев твое терпение, поможет тебе победить их так, чтобы они не посмеют и приближаться к тебе. Маркелл, 17 июня. Но ведь ты, Кириак, устал, и тебе необходимо, прежде всего, отдохнуть с дороги, сказал бес. Благодаря помощи всеустрающего Бога я не чувствую усталости, отвечал Кириак. Иларион Великий. Другой юноша из окрестностей Иерусалима по имени Марсид обладал большей силой, так что мог поднять и нести пятнадцать мер пшеницы. И ему не нужно было иметь осла для перевозки и чажести. При такой силе в него вошел бес и начал мучить, гоняя по пустыням и полям. Поймав его, окрестные жители связали ему руки и ноги железными оковами и цепями, держали под крепким запором, зорко за ним наблюдая. Но он убегал, легко сокрушая оковы и запоры у дверей, по причине удвоенной силы бесовской и своей собственной, и избивал всех встречающихся ему на пути людей. У одних он отгрызал нос, уши и губы, другим ломал руки, но третьим выкалывал глаза, четвертых, наконец, убивал пригорзая гор. Много других зверств завершал он в тех местах, и никто не мог его укротить. Собравшись в большом числе, народ, наконец, изловил его, связал по всему телу железными цепями и приволок преподобного, как дикого вола. Увидев бесноватый ларион, велел развязать его, и то стал кропы, как ягненок. Затем была приведена из пределов газа бесноватая девица. Бес вошел в нее по следующей причине. Ее полюбил один юноша и пожелал находиться с нею в плотском сожительстве. Но он нас опротивлялся ему и не соглашался с него на чистый пожелание. Увидев, что он не добьется успеха, нестивыми словами, недорогими подарками, юноша пошел в египетский город Мимфис к волхвам Асклипия и рассказал им о болезни, уязвившей его сердце любовью к стедевице. Получив от них какие-то волшебные слова, написанные на бедной дощечке, он возвратился домой и закопал дощечку под порогом дома, в котором жила та девица. Так научили его сделать волхвы. И тотчас же бес вошел в девицу и в такой степени распалил ее блудной похоти, что она начала бесстыдно кричать, призывая юноши по имену для удовлетворения страсти, сбрасывать с себя одежды, умножаться и всяческие имитации, сгорая огнем любые деяния. Видящие родители ее поняли, что болит причина ей дьявол, и повели монастырь к преподобному. Когда же ее привели к святому без злопия? Я неволею вошел в свою девицу и насильно послал в нее моим густелином. Теперь я жестоко мучаюсь и не могу выйти, так как привязан к медной дощечке и закопан под порогом. Я не выйду, пока не разрешит привязавший меня юноша. Святой слегка лбнулся и сказал, так вот как великая твоя сила, дьявол, что тебя связали ниткой и насильно удерживают медной доской. Почему же ты не вошел в связанную тебя юношу? В нем уже находится друг мой, любострастный лес, ответил тот. Помолившись, святой изгнал его из девицы и дал ей наставление, чтобы она остерегалась вражек сетей и избегала беседы с бесстыдными юношами. Исповедник Ведеси, 25 августа Епископ Варсис, оставший же после него одр, постель на острове Раде, подавал исцеление недугам. Все страдавшие, каким-то не были болезнью, возлегали на тот одр и становились здоровыми и освобождались от духа нечистых. Стих Мир невидимый, известный как духовный, рядом с нами, в нас и постоянно. Видели его Антоний и Пахоний, и нередко полдуны и пьяны. Кажется, мерещится лукаво. В разных голографиях и матрицах. НЛО, Уфолди, Плюгавы. Все на сковородках жарятся. Этот мир чертей бесстовской нечисти. Ни сказок с дьявольской замашкой. С Антонинским смехом рядом мечется, где душа слепая нараспашку. Ограждение постом, святой молитвы. Редко, редко промаячит на развалинах. В основном сдались врагу без битвы. Просто змей в потьмах ужаливают. Высшая победа злого духа. В том, что он сумел и доказал. Я не существую злые слухи. Про небывшие плетут поза глаза. Все естественно, научно доказуемо. Существует только то, что можно видеть. Мелким весом, походя, подсунулся. Костью динозавра при обиде. Трудится, не пьет, не ест трудяга. Сна не знает миллионы лет. Проорет при первомайских стягах. Цыпочкой скользнет в ночной балет. В кузнях, в искушениях и в войнах. Философствует в сектандах, коммунистах. По программам в школьной помойке. Всюду успевает потрудиться. Люцифер, восставший херувим. Сброшен с неба. Голи всем живущим. Лжец и клеветник неисправим. Сам погиб и нас грехом замучил. Связан он Иисусом на Голгофе. Князень тьмы в историю вошедшей. Семиглавый змей в анфасы в кровь. В домовых, в текиморах и в лешах. Рассадил по еврокабинетам. В думах, комитетах и в советах. Расплодил в меньшинствах их портреты. Там в аду, в гелии и без света. Это наяву потусторонний. Со скрежетом зубовным страшно рядом. Бодрствуй Аполеон живьем хоронен. Люди сотволены не для ада. Аполеон это губитель. Игнатий Тихонович. 2001 год. Субтитры создавал DimaTorzok